Добрый день! Вас интересует лечение храпа? Храп бывает двух видов. Храп бывает детский, храп бывает взрослый. Они практически возникают в любом возрасте и неотличимы по звуку. Отличаются они одним основной причиной и основными осложнениями. Ну, основная причина детского храпа кроется исключительно в верхних дыхательных путях. То есть, если человек засопел или захрапел, возможно у него снижение местного иммунитета, которое проявляется обострением ринита, фаренгита, назофаренгита. Если вы вылечили вовремя, храп исчез. Если вы тянете с лечением, идет дальнейшее падение иммунитета и появляются увеличенные аденоиды или гланды, которые показывают, что иммунитет упал совсем и грязь уже совершенно спокойно проходит в верхних дыхательных путях. Вглубь появляется трахеид, бронхит, может быть даже и пневмония. То есть, это уже дальнейшее падение иммунитета, может быть бронхиальная астма. То есть, до какого уровня вы дотянули, это от вас зависит. Основные осложнения детского храпа, вот такие тоже как бы детские. Если это ребенок, он начинает отставать в развитии, начинает отставать в отметках, у него вместо пятерок ему ставят четверки, вместо 12 ставят, ну уже 11 дней поставят, поставят дай бог 7 или 8. Развитие тормозится, усвоение информации тормозится, и такой ребенок в дальнейшем будет достаточно слабо управлять головой как органом работы основной. То есть, ему будет сложно больше, он скорее будет связан с тем, что ему придется не руководить процессом копания земли, а копать самостоятельно, а им руководить будет кто-то другой. Что такое храп по-взрослому? Он возникает совсем в другом месте, хотя место локации все равно то же самое, основные звуки издают все равно горло. Но возникает это все не по местной причине, а по причине того, что биологический возраст вашего мозга ушел далеко вперед, и отстает, существенно опережает паспортный. Паспортный отстал серьезно от этого. И возникнет такой храп тоже может в любом возрасте. Скажем, ребенок, к сожалению, очень часто храпит. У ребенка свеятосуисты, фистонии часто появляются не только страхи, тревоги днем и депрессии, но и храп. Хотя для такого храпа причина, по которой мозг не работает оптимально, может быть более серьезная. Может быть гипертоническая болезнь, атеросклероз сосудов, жировой гепатоз, статогепатит, метаболический синдром. То есть это более серьезные такие проблемы, которые старят быстро мозг, мозг не может управлять периферией. Там возникло нарушение в активности мышц и появился храп. Бороться с этим храпом только местно? Прекрасно. Но куда денется метаболический синдром, ожирение, атеросклероз сосудов, гипертоническая болезнь? Сами по себе эти болезни никуда не денутся, они будут оставаться, а и связанные с ними риски тоже. Потому что метаболический синдром, в который входит и ожирение, и сахарный диабет второго типа, и гипертоническая болезнь атеросклероз сосудов, называют по-другому смертельный квартир, при котором риск инфаркта, либо инсульта резко возрастает. Ну и соответственно синдром внезапной смерти просто как тень стоит за этим метаболическим синдромом. Поэтому если вы хотите лечить храп по-взрослому, нужно бороться не с храпом как таковым, а с вот этими неприятными его, скажем так, предшественниками, которые приводят к этому. Не храп появляется вначале, а потом появилось ожирение или гипертоническая болезнь, а вначале все-таки стартует ожирение, жировой гипотоз, гипертоническая болезнь, атеросклероз сосудов, а потом на этом фоне появляется храп. У этого храпа, взрослого храпа, не детские осложнения. Когда человек перестает храпеть, у него фактически останавливается дыхание. Или так называемое модное название, респираторное апноэ. Классно, но человек не дышит. При этом он синенький. Можете посмотреть, но это не для слова нервные. Есть еще одно осложнение, которое выявляется при комплексном обследовании во время сна. Называется полисомнография. Там снимается кардиограмма, и у части людей останавливается сердце. Причем оно стоит, может стоять десяток секунд, а может два и три. И частенько, к сожалению, не заводится. Поэтому синдром внезапной смерти или смерть во сне у храпунов это обычное явление. И пока вы не вылечите храп, вернее те причины, которые к этому привели, эти негативные осложнения могут иметь место. Поэтому если вы хотите лечить храп не только как негативные звуки, которые мешают спать окружающим, а все-таки, как говорил Козьмак Прутков, взри в комень, корень, то есть убирай проблему, обращайтесь в телефон и вы видите. Я готов вам помощь. Продолжение следует...